Да, здравствуйте. Ну, Антарктида тема интересная. Правильно вы сказали, что сейчас у нас в цивилизации в целом и в человечестве больше лжи, чем правды. Это мое мнение. Если вы откроете YouTube, например, канал и посмотрите Антарктиду, вас завалят такими роликами сразу. Мусором, мусором. Что вы потом потеряете веру ко всему остальному. И найти в этом мусоре, что является правдой, что вымысло, что делается умышленно, довольно сложно. И это делается, по моему мнению, специально, чтобы иметь возможность управлять людьми. По-любому, моя концепция подхода изучения мировоззрения, в том числе Антарктиды, относится к концепции широко. Я ее выдвинул в 2012 году. Она заключается в том, что человек должен научиться самостоятельно, собственным разумом, понимать вещи, которые существуют вокруг него. При этом желательно, чтобы у человека была очень широкая информация, в том числе он должен быть образованным, знаком с научными исследованиями, знаком с альтернативными исследованиями, знаком с эзотерическими исследованиями. То есть концепция широко подразумевает, что мы смотрим на предмет со всей имеющейся у нас информацией. Для нас смотрим. С любой стороны, не только с научной смотрим, смотрим с альтернативной, со своего опыта и проявляем здравый скептицизм, как это делал в свое время Декарт. Если есть возможность в чем-то усомниться, мы должны сомневаться. В моем понимании, то, что сейчас нам рассказывают, оно принадлежит к научно-религиозной эпохе, которая уже заканчивается, и мы переходим в космическую эру. Например, мне понравилось, как сказал Павел Сверидов, астролог у нас, что у науки нет заднего хода. Они когда промахиваются, они продолжают двигаться вперед, они никогда не идут назад, то есть они никогда не могут признать свои ошибки. А сейчас мы приходим к таким вещам различным, с практической точки зрения, ну вот допустим, что энергия, мощность Солнца посчитана, допустим, астрофизиками, в моем понимании, неправильно. Я вот сейчас в последнее время много спорю про это, неправильно не на 2%, а в миллиард миллиардов раз, то есть на 10-18 степени. Но эта тема сегодня не Антарктида, я просто про то говорю. А когда мы изначально поставили неправильные условия, все остальные выводы тоже неправильно получились. Ну да, оно влечет за собой расскажение последствий. Ну это тема отдельно, если хотите, можем потом, я сейчас занимаюсь. С Антарктидой я занимался, это моя не основная тема, но просто подход вот этот широко, широко он заключается в том, что нужно построить мозаику. Мозаику из разных знаний, до чего сможете дотянуться. И дальше вы начинаете складывать картину, она не глубинная картина. То есть у нас есть, мы можем как ученые рыть глубоко, либо как жрецы рыть высоко, но я предлагаю рыть широко. То есть после того, как... Широко? Да, эту гипотезу я назвал широко. Широко, я ее опубликовал у себя на сайте, а потом и в научно-рецензированном журнале в 2013 году. А как статья называлась? Статья называлась «Интерфейс широко». Ну, она была посвящена, в частности, пирамиде Хеопса и комплексу пирамидальному, но в ней я высказал вот эту идею подхода. И когда вы мозаику построите со всех сторон, недостающие звенья вы можете разумом... Достроить? Достроить, да. Главное, чтобы у вас был каркас построен. Эту статью можно найти будет в интернете? Да, это она есть, ссылки будут, да, она есть и в интернете доступна, и в журнале она напечатана, научно-рецензированном. То есть вы сумели пробиться? Да, это научная статья была, в ней нет ничего антинаучного. Понятно. Значит, основное в моем понимании, что вот все основные открытия в этом мире, скорее всего, смогут сделать инженеры-волновики, либо радиотехники. Только, мне кажется, вот у них есть достаточный уровень понимания природы мира и как взаимодействует все на волновых и резонансных принципах, которые позволяют построить такие модели. Ну и мне так повезло, что я закончил эти радиотехнический факультет, кафедра радиосистемы, именно в этом, на этой кафедре было изобретено радио по полу. И, соответственно, начиная вот именно с волновых, с волнового охвата, я как бы и построил вот это вот понятие широко, которое включает все остальное в себя. Что касается конкретно Антарктиды, ну вот я ей так плотно занимался, 20-21 год в клубе Ладога, и там прочитал, в общем-то, три доклада или три лекции. Вот на этой картинке я вам показывал, здесь есть ссылки, они опубликованы в Росвет ТВ, соответственно, это примерно объем материала на 5-6 часов все три лекции. Поэтому сейчас все, что я буду говорить, это сжато, то есть вы там можете посмотреть полный вариант, если кто заинтересуется. По поводу информации. Источники в первую очередь, конечно, всех интересуют источники, потому что в моем понимании, когда мы называем источник, в первую очередь это, конечно, люди. Причем, если человек надел себе бумажный пакет на голову и рассказывает тайны про Антарктиду, вы лучше это вообще не смотрите. У человека должно быть имя, фамилия. У источника должны быть выходные данные. Желательно не псевдоним, не кличка. Должна быть, допустим, я Ишкардин Владимир, живу в Санкт-Петербурге, работаю там-то и там-то. Эту информацию можно проверить. То есть должен быть автор информации. То есть источник должен быть верифицируем. Хотя бы, да, чтобы у него было имя. По поводу информации. Источники в первую очередь, конечно, всех интересуют источники. Потому что в моем понимании, когда мы называем источник, в первую очередь это, конечно, люди. Причем, если человек надел себе бумажный пакет на голову и рассказывает тайны про Антарктиду, вы лучше это вообще не смотрите. У человека должно быть имя, фамилия. У источника должны быть выходные данные. Желательно не псевдоним, не кличка. Должна быть, допустим, я Ишкардин Владимир, живу в Санкт-Петербурге, работаю там-то и там-то. Эту информацию можно проверить. То есть должен быть автор информации. То есть источник должен быть верифицируем. Хотя бы, да, чтобы у него было имя. Можно было к нему как-то обратиться. Дальше. Естественно, надо знать, какое у источника образование, опыт, откуда он взял эту информацию. И как он ее интерпретирует. Ну и, соответственно, если рассматривать такие вот источники информации, их тоже достаточно много. Они достаточно серьезные. Они разной степени ответственности. Ну вот я вас сейчас для вводной лекции просто перечислю эти источники. Первый источник я вам назвал себя. Вот эти три лекции, в которых я перечисляю все остальные свои источники. И, соответственно, начнем, наверное, с людей, с которыми мы встречались в Ладоге. И я встречался. Ну, это все в Санкт-Петербурге. Вот Лукин Валерий Владимирович. Встреча состоялась в 2018 году в клубе Ладога. Вот это самый компетентный человек на сегодняшний день в России по Антарктиде. Все тайны, все тонкости и хитрости этот человек знает. Но говорить о них он практически не может. Значит, он сейчас уже на пенсии, правда, но он входил, представлял, входил в Совет Антарктиды от России. Это такая организация, которая, в общем-то, определяет, кому на Антарктиде что можно делать. Нам удалось, благодаря Елене Архиповой, его пригласить, потому что у нас накопились вопросы. Это был 2018 год, так как это очень известный человек. Он практически возглавлял всю науку и всю околонаучную тему по Антарктиде. То есть он и строил и аэродром в Новолазарске, был начальником антарктических экспедиций. И представлял на всех международных форумах Россию. Это Институт Арктики и Антарктики, он там был замдиректора. Ну и, соответственно, возглавлял всю работу. Нам хотелось такого человека позвать, потому что у нас были вопросы, на которые мы не могли быть ответственными. Это самый компетентный человек. Вначале он нам сказал, что в Антарктиде нет никаких тайных, он готов ответить на любые вопросы. И мы его слушали, он рассказывал про свою жизнь и как хорошо он это. А когда стали задавать вопросы, после первых же вопросов случились недоразумения серьезные. Когда мы начинаем показывать, что вы можете сказать про третью базу на Шермахере, которая уже существует 10 лет. Чья база? Американская. Третья. Американская база. Он говорит, что там нет третьей базы. Мы говорим, вот фотографии, я их смотреть не буду. А вот что есть? Почему? Потому что там их нет. Мы говорим, ну как же так вот, ее видно из Google планеты. И мы ее обнаружили случайно, изучая Шермахер. Этой базы не было ни в одном справочнике. Ее не было ни в одном этом. Я скачал, занимаясь на Тортили, самую подробную карту. Там чуть ли не каждая бочка отмечена на Тортили. Ее там не было. И вот, идя от аэроборта в Новолазаровске, я смотрю, дорога какая-то по снегу. Прихожу, и там находится база, выкрашенная в белый свет. Белый свет. Белый свет – это единственная база, которая покрашена в белый свет. Ее вот так просто не видно даже в Google. Ну, видно уже, там 34 строения. Ответ, ну, понятно, что он не может про это говорить. Мы спрашиваем, а как же фотографии? Он это объяснил просто. Вы там были? Ну, меня спрашивают. Я говорю, я там не был. А я там был, поэтому вы не знаете, а я знаю. Там ничего нет. Ну, вот вопрос примерно, когда касается моментов, на которые они не хотят отвечать. То есть они вот начинают уходить. Они начинают железо, зачем вы пришли сюда? Ну да, но он был уверен в себе. Вот, кроме того, как бы вот Сулкиным, что интересно, на этом же еще. Он же восклавлял этот же институт метрологии тоже же. Это глобальное потепление, которое сейчас американцы активно толкают. И он один из ведущих специалистов. И когда мы на него стали вопросы следующие, мы спрашиваем, а вот вы лично считаете, у нас похолодание или потепление? Да, вот это хороший вопрос, дискутируемый. Да, он говорит, что да, вот сейчас официально считается и доказано, что у нас потепление. Я еще раз спрашиваю, а вы лично? Он второй раз отвечает. Но большинство ученых считает, что... То есть он начинает уже чуть-чуть... Я говорю, нас не интересует больше. Вот вы лично, Валерий Владимирович, как считаете? Он не выдержал, сказал, я считаю, что похолодание. То есть он вынужден придерживаться определенной линии, скажем так. Но он уже, понимаете, когда он пришел, он уже был на пенсии полгода. То есть он уже все-таки имел какую-то там степень возможностей. Да, он уже все получил, что мог. Но опять же, получается говорить о том, что мы сейчас глобальное потепление. Я многих ученых знаю, которые говорят, что похолодание. Челингаров такое высказывал, да? Ну и вот лично это было... Мало просмотров, всего 600 просмотров, понимаете, с 2018 года. Удивительно. Удивительно. Мы ждали этих вопросов в конце, потому что каждый мог задать, почему на Антарктиду такой доступ ограниченный. Да, вот это серьезно. Вот ему задали, там пришли у нас маржи, они хотели к юбилею в Антарктиду, но Антарктиду их не пустили. Объясняет тем, что это большая экологическая нагрузка Антарктиду. Большая экологическая, там и так ограниченное количество людей. Да, и вот Ким как бы им объяснял, почему их не пустили. А на Антарктиду, чтобы пустить, надо разрешение не только от России, а вот этот совет антарктический, он каждый рассматривает, каждого кандидата. Если кто-нибудь из какой-нибудь страны поставит галочку, не объясняя нет, вас туда не пустят. Возникает резонный вопрос. Причины. Вопрос возникает, что это за совет, который выступает от роли Антарктиды против всех остальных государств. И вообще договор об Антарктиде в 59-м году, если его начинаешь считать, понимаешь, что это не договор между государствами, это договор между Антарктидой и государствами, и государствами остальными. То есть до 60-х параллель нельзя завозить оружие, нельзя заплывать военным кораблям. Там ограничения, вот так вот, нельзя завозить собак, нельзя фотографировать пингвинов, нельзя делать то-то, нельзя вот это нельзя. В запретительном ключе. Да, то есть нельзя добывать минералы, нельзя вывозить никакие камни там, ничего. То есть такое ощущение, что... Писали такой этот договор явно не со стороны национальных государств. То есть какая-то три... Как будто автооксида была представлена некой стороной, скажем так. Да, присутствует некая сторона. Ну вот этот источник, конечно, самый официальный и больше всего знающий. Но после того, что мои попытки... Ну он вообще перестал выходить на связи, даже на письма не стал отвечать. Потому что у нас было еще основное, что мы хотели выяснить, по скважине Востока уже были. Так, и что там по скважине, кстати, расскажите тогда. По ней получили по годовой прогноз температуры Земли за 450 тысяч лет. Причем последние 50 тысяч лет с разрешением можно в неделю, в месяц. А так годовой. То есть есть точный график температуры Земли за 400 тысяч лет. Это очень серьезно. Потому что там идут, если посмотреть эти графики, по 160 тысяч лет циклы оледенения. И последнее потепление, галоцен, было 12 тысяч лет назад, тогда и был потоп. Температура была на 8 градусов выше, чем сейчас. А до этого там было 120 тысяч с тужей, так называемой. Это все на графике видно. Определяют они это, естественно, выплавляя из снега воздух. И по изотопу кислорода 18, сколько в этом слое, они определяют температуру. Потому что прямая зависимость. То есть кислород переходит в изотоп 18, если на него ярче светится, если он здесь жарче. Проблема в том, что мы 24 года эти керны выбивали, ну, добывали, резали и отдавали нашим партнерам. А, то есть мы сами анализом не занимались? Мы только добывали. И вопрос был про то, были данные. Мы хотели получить эти данные. Потому что данные, которые опубликованы по этому графику, дали только американцы и только Википедии с разрешением в 300 лет. То есть температура в 300 лет. А есть по каждому году. И мы напрямую спросили, а как бы получить эти данные нам вот для исследований? Потому что в договоре по Антарктиде написано, что все исследования на Антарктиде должны быть публичные и открыты. Валерий Владимирович сказал, что эти данные есть. И они опубликованы. Ну, я занимаюсь этим, знаю, что их нет. И они не опубликованы. Он сказал, что до ссылки это. Но ссылок не дал. Я ему писал письма, он не ответил. Дело в том, что кроме Валерия Владимировича, конечно, здесь в Санкт-Петербурге, так как все институты гидрометра находятся, у нас есть и другие сотрудники. Источники. Они и Арктики, и всех этих. К ним обратились. Так. Ну, не формально, не называя именем. Не, ну, понятно, естественно. Они сказали, данных у нас мы не смогли найти. Нет, данных нет. То есть, что этот график четко показывает, что сейчас идет похолодание, во-первых. Вот из этого графика, если на него смотреть. То есть, из него видно. Последние 8 тысяч лет температура падала и продолжает падать. Никаких, как бы, вот глобально за 8 тысяч лет она понижалась. Нельзя сказать. Они сейчас так выкручиваются, говорят, ну вот сейчас последние годы к этому поднимаются. Ну, ладно, оставим потепление. И эту, как бы, я бы сказал... Ну, это частный пример. Да. Ну, я про то, что источник информации вот достоверный, но он вам ничего не расскажет. Но, по крайней мере, нам... Он хотя бы что-то подтвердит своим молчанием. Нет, ну вот здесь он что-то подтвердил. Он нам сказал, что никаких тайн нет. Вначале, вот он так сказал. Я отвечу на все ваши вопросы. И ни на один вопрос он не смог ответить. Он не учел вашей подготовленности. Не учел, потому что мы ему фактически спрашивали про фактические вещи. Ну, с этого же института у нас выступал Екатин Алексей Анатольевич. Конкретно по Востоку. В Антарктиде. По озеру Востоку. Да. Там он как раз и главный, кто ездил туда каждый год, эти стержни вынимал. И отсылал по Франции. И нам он показывает глобальное потепление на этой лекции. Вопрос был про то, что я смотрю на французском. Я говорю, что у вас все графики на французском. А эти графики я взял из этого института международного во Франции, который там вот это глобальное потепление. Я говорю, так это не ваши графики? Вы же туда ездили, добывали? Я говорю, да, добывали, но мы там не анализируем. У нас нет этого оборудования. То есть анализ французский? Да. То есть он нам просто взял эти данные и показывал про потепление. Значит, в чем проблема? Мы не имеем первоисточников. Они есть. Они нам не добыты, нашими людьми, нашими учеными. Но нам их не дают первичные данные, а дают уже выводы. Вот этот график, который нам показали, и дикопедии опубликовали, я не уверен, что он соответствует первичным данным. То есть господа американцы могут нарисовать там все, что угодно, и объявить, что все, что угодно, сказав, что это на этих данных. Где сами данные? И насколько они достоверны? И я как понял, у него тоже этих данных нет. То есть у нас, но сейчас, благо сказать, что последние годы, когда начался расход систем, у нас в наших институтах оборудование закуплено, и теперь мы сами делаем. А, то есть все-таки ситуация сдвинулась? Ситуация сейчас подменялась кардинально. Вот и Кайкин Алексей Анатольевич, да? Он доцент, сейчас работает в Институте земли, по богу. Соответственно, ну, Гавриков Евгений Анатольевич, вот, наверное, чтобы вызвало интерес. Первичный интерес, вот его лекция, сообщение. Это подполковник, ну, капитан 2-го Радонга морской пехоты. Воевал в Африке, в Бонголии, в Эфиопии воевал. Реально отлично знает английский язык. Он в 2006-2007 году в 51-ю арктическую экспедицию устроился строителем или дизелистом на Новолазаревскую. Ну, и так как ему это дизельная станция, он ее легко обслуживал и знал английский язык. Начальник станции приехали японцы. Их надо было проводить на индийскую базу, которая там в 10 километрах на Шермахере. И он его послал зачем-то. Ну, и он их туда пешком, чтобы не водил. И ему разрешили ходить. И он, в общем-то, обнаружил там необычные вещи, которые сфотографировал, сделал видеоматериал, как он описывает. Ну, тут я ничего не могу, потому что я этих вещей как бы преднострировать он не смог. То есть он не смог их продемонстрировать? Да, он выступал и говорил, что там есть, во-первых, он нашел проходы в горах, пять проходов. Там есть свастик, он нашел, где нарисовано на скалах выбито. Нашел, как он говорит, сфинкс, упавший на бок. Ну, то есть нашел следы древней какой-то цивилизации и следы каких-то, как он говорит, применения какого-то мощного оружия, где камень плавился просто. Он не называет его ядерным, возможно, ядерным или что-то. Дорогие друзья, это был ознакомительный фрагмент. Посмотреть полную версию данного выпуска вы сможете перейдя по ссылке в описании.